В отличие от Челябинска, где великолепные сосновые леса благоприятно соседствуют с жилмассивами Курчатовского и Северо-Западного районов, магнитка, выстроенная в голой степи, не в силах похвастаться возможностью иметь элементы дикой природы в черте города. Вся зелень здесь приобретенная. Вот почему этот парк в районе телецентра считается Божьим даром. Ну а поскольку все, что создал Господь, мы привыкли видоизменять, на этот парк покушалось не одно поколение магнитогорцев. Последним из покусителей стал Владимир Яковлевич Кряквин, человек, хорошо известный в городе, и не в пример тем, кто хотел здесь возвести аттракционы и прочие усилительные заведения. Кряквин запустил в парк медведя и лису, а также целый табун лошадей, правда под седлами и во главе с очаровательным коневодом. Вы в седле, так? Я имею ввиду не только что увиденное. Да, сейчас я в седле и думаю, что уже трудно меня выбить с этого седла. Когда вы начинали свою деятельность на заре туманной молодости, вашим кумиром был Макаренко? Макаренко я никогда не любил. Макаренко и сейчас я уважаю, но беру у него больше производительного труда, несколько воспитания. Потому что воспитание, вы помните, коллективное воспитание, где можно оправдать удар по лицу Анатолия Задорова, или обсуждать, рожать или нет на коллективе. Это не воспитание, индивидуальная личность. Мы это и центр эго назвали. Эго – это я, личность, которая должна сама развиваться. Но у Макаренко были очень большие преимущества и достоинства. Это организация производительного труда, хозрасчетной деятельности. Вот я у Макаренко беру хозрасчетную деятельность. Не любя его, да? Не любя его. Я люблю Достоевскую. В день наших съемок, а это было в конце августа, здесь догуливали свои последние каникулярные денечки питомцы правобережного районного лагеря, куда собрали ребят из многодетных семей, а также сирот. Мы ходили по экологической тропе. Здесь прекрасные места. Растут кедры, сосны, клены, березовые рощи здесь есть. И мы проходили по этой тропе. Дети, во-первых, получают развитие, чисто такое эмоциональное как раз-таки. Ну и, естественно, что знания получают о природе, о животных, о том, что они видят в данном случае, то есть конкретно общаются с этой природой. Я считаю, это прекрасно. А где вы яблок наравили-то? Там. Там, там дверь. Там еще остались? Да. Не очень много. А что у вас здесь есть? Ежи, там, волки, кто? Медведи и лисенок есть. Лошади. Мышки есть? Лошади, мышки. Мышки здесь есть. Как лисенка назвали-то? Не знаем. Аплодисментами был награжден двухлетний Рома за изысканность стиля, который он продемонстрировал во время прыжка через первое в своей жизни ограждение. Легкость, с которой преодолевают сложности в подростковом комплексе, хотя она и, на мой взгляд, откажущаяся, не может не радовать. Как и тот факт, что за судьбы детей, которых патронирует комплекс, можно не беспокоиться. А это дорогого стоит. Я слышал ошеломляющую цифру, что будто бы из двухсот воспитанников реальной школы, а это бывшие трудные там подростки, хулиганы и так далее, только двое не поступили в высшие заведения. Это правда? Да, у нас, значит, вы правильно сказали, значит, из двухсот воспитанников, многие из которых по три, по четыре года не учились, отдельные пришли прямо нам со спецшкол, только два человека не дошли до экзаменов, и то по причинам, что их в городе не было. Одного посадили, другой болел. У нас система такая, выпустили, и до одного человека мы должны, значит, помочь устроиться, только тогда мы успокаиваемся. То есть процесс в мае экзаменами, в июне у нас не заканчивается. Комплекс вовсе не жирует. Бюджетные деньги текут к нему очень тонким ручейком, который давно бы уже пересох, если бы не городские власти. Они с пониманием относятся к проблемам Крякмена. И хотя привычка зарабатывать самим здесь давно в законе, во все тяжкие работники комплекса не бросаются. Мешают вовремя привитое чувство меры и ответственность. Ведь в этом же самом экологическом парке можно было бы поставить парочку мини-маркетов или шашлычную, а на арендные деньги жить припеваючи. Нам такая аренда не нужна. Мы за чистоту, у нас чисто экологический парк. Думаете, мы раньше говорили, нам такой хоккей не нужен. А куда деваться-то? Денег-то ведь нет, я ведь так думаю. Мы с шапкой по кругу не ходим, но от помощи мы не откажемся. Экологический парк – это нечто такое, скамейки, тишина, уют. А у вас здесь какие-то происходят войны, конноспортивные игры. Зачем это? Вы знаете, мы отошли от традиционного подхода к парку, к отдыху. Сейчас все стремятся на природу. Сейчас людям не нужны скамейки, беседки железобетонные. Они хотят сидеть под открытым небом без железного укрытия. И поэтому у нас в парке всегда очень много народу. И люди приходят, с семьями отдыхают, отдыхают с животными. И даже собирают грибы. Аттракцион, который устроила Оксана со своим Ромой, для детей был совершенно бесплатным. И не потому, что они из бедных семей. Любой из Мальтогорской ребятни, кто уговорит своих родителей прийти сюда в выходной день, получит возможность общения с животными. Для рабочего города, который не имеет своего зоопарка, это очень важно. Я не первый раз прыгала, это Рома первый раз прыгал. Это Рома первый раз? Да, это Рома первый раз. Это у него дебют, да? Да, это у него дебют. То есть ему два года, это первые его прыжки. Дай микрофон. Ты боялась, наверное, тоже, да? Нет, вообще-то я ему доверяю. За Рома боялась? За Рому, конечно. Рома ничего не скажет, да? Рома молчит, да? Мы хотим конкуром заниматься. То есть конкур – это самое то, что вы сейчас видели. Прыжки через препятствия. И лошадей мы только набрали три месяца назад. В общем, летом мы сено заготавливали. Нам некогда было, собственно, тренировками заниматься. Сейчас сено заготовили, все. И начнем потихоньку заниматься тренировками. Есть такое слово слышало – степльчез? О, степльчез – это скачки с препятствиями. То есть это когда много препятствий, и на скорость их проходит. Там препятствия очень трудные. Ты-то когда села в седло, откуда появилось у тебя это? Вообще ты кто? Казачка? Вообще нет. Я сама городская, родители у меня городские. Не знаю, вот откуда-то появилась любовь к лошадям. Поехала в Москву, закончила Темрязевскую академию сельскохозяйственную. Вернулась сюда. Лет-то тебе мало еще? Почему? 27. Да. Общение с животными молодит, да? Да, молодит. И вот уже 10 лет, 5 лет, то есть я в академии, там на Манеже занималась, в Манеже, верховой ездой, конкуром. Теперь сюда приехала. Ну, раз-то академик, вопросов больше нет. Все, поехали. Помните лисенка, которого вы видели в начале сюжета? Если не помните, показываем еще раз. Так вот, до нашего приезда в экологический парк он был безымянным. Пришлось и нам поучаствовать в процессе имя-наречения. Давайте решим проблему. Вот дети хотели лисенка назвать именем. Ваш вариант. Лисенок, да? Вот сразу, Андрея, не придумаешь. Не придумаешь? Нет. Я предлагаю тебе Боб. Боб? Боб это я. Но об этом и речь? Нет, а Боб. Ну, хорошо, пусть будет Боб. Вот теперь я понял, почему Достоевский. Это республика Шкит, да? Школа имени Достоевского. Так, что ли? Совершенно верно, республика Шкит. Вы же помните, интересно, республика, значит, как раз в то время. Вот, кстати, вы верно подметили. Сегодня тоже революционное время, понимаете? Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова